Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духи Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня во всех храмах читается история о том, как Господь говорил своим ученикам, что вот мы всходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руце человек грешников, и будет распит, и убиен, и в третий день воскреснет. Ученики, все это слыша, не слышали, а пропустили мимо ушей и двое самых близких, которым Господь более всех доверял, чаще брал с собою, но, по крайней мере, в самых ярких моментах откровения Его Божества на Фаворе, при воскрешении дочери Иаира, в Гефсимании потом эти ученики были рядом. И они задают такой вопрос. Говорят, учителю, у нас есть просьба, выполни ее. Только сначала пообещай, потом мы ее озвучим. Ну так дети бывают. Дай обещание. Вот скажи, что купишь, а я тебе скажу потом, что надо купить. Говорит, Господь, что хотите? Позволь нам в Твоем Царстве, то есть они поняли самое главное, что пропустили Его скорбь, муку, страдания, смерть, а услышали, что вот будет Его слава. Позволь в Твоей славе сесть одному по правую, другую по левую. Ну, там министр, премьер-министр. Сразу сориентировались по должности. Господь, скорбя, вздохнув, говорит, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую мне предстоит пить, и креститься крещением, ибо же мне достоит креститься. Они так лихо говорят, можем. Чашу будете пить, и крещением, каким я крещусь, будете креститься, а сесть Одесную и Ашуию от меня не от меня зависит, но кому уготовано — отцом. Любой иконостас вторым своим иконным рядом об этом говорит. Даисусный чин, моление в центре Христос, справа Пресвятая Богородица, слева — «Пророк Претечий и Креститель Господень Иоанн». Вот уготовано им. Ученики же возроптали и стали негодовать, что они тут такое спрашивают, кто там сядет с той или с другой стороны. Но путь Господь указал. Чашу будете пить, и крещением будете креститься. И так каждый христианин, который желает жить благочестиво, он будет гоним. Будет гоним от плоти мира и дьявола. От плоти, потому что внутри себя мы носим врага. Врага — это наша пораженная грехом природа, которая бунтует, противится, не покоряется закону Божьему, доброго которого хочу, не делаю, злое, чего не хочу, то творю. Из этого нахожу, что в членах моего тела живет закон, который борется с законом ума моего. Ибо умом я понимаю сладость в исполнении закона Божьего, а чтобы выполнить, не нахожу в себе сил. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смертного. Апостол Павел восклицает. Он мучился от этого закона, живущего в членах нашего тела. «Кто меня избавит?» — задает риторический вопрос и отвечает, как? Господь Иисусом Христом. Через Иисуса Христа мы переламываем этот закон. «Скорби от мира, который лежит во зле и который все время человека выводит из себя. Мы-то должны быть в себе, но как блудный сын пришел в себя, и тогда уже начался его путь ко Христу. Из себя посмотри на прелести этого мира. Они все принадлежат мне, и я кому хочу, даю их», — говорил дьявол Христу в пустыне. «Отойди от меня, сатана», — отвечал Христос. «Ибо сказано, Богу твоему поклоняйся ему единому послужаше». Ну и третий враг, собственно, дьявол, злая, исполненная ненависти к человеку, личность, у которой огромный сон клевретов, духов злобы, которые насыщаются тем, что пожинают энергию греха с человеков. Человек грешит, а бес от этого жиреет. И ни один человек, ни один христианин не избежит этой невидимой брани против плоти, против мира и против дьявола. Но все превозможен о имени Иисуса Христа. Следовательно, наше устремление сердца и ума, воли и чувств, оно должно всегда быть к Личности нашего Спасителя. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok